Давайте начнем наш доклад. Соответственно, я представлюсь, хотя меня тут уже анонсировали, у меня в этом году юбилей, хотя нельзя сказать, что первые мои поделки относились именно к Big Data. Однако, последние два года я работаю в E-PAM, в компании E-PAM и помогаю командам бэкэндеров становиться командами бигдатчиков, чтобы потом эти команды могли уже успешно решать задачи клиентов. В общем, был ли кто-то до этого на моих докладах? Можете руки поднять, если вдруг кто-то был. Ну, окей. Если не были, сразу поясню. У меня будет там не очень много каких-то введений. Если интересно, поищите на следующей ссылке, я вам дам контакты. Можно поискать там предыдущие доклады про ходу, про спарк и так далее. В прошлом году я был уже на G-Break, который был в Академгородке, и там, собственно, мы общались про ходу достаточно подробно. Здесь можно найти, опять же, мои контактные данные. Там я периодически свои материалы выкладываю. Итак, Spark у нас, сразу говорю, что докладывают о Spark, но не только о нем, точнее о некоторой его части. Spark у нас является, по сути, платформой для обработки не только больших, но порой и медиум данных. И, по сути, он пришел на смену Хадупу, ну, наверное, в последний год-два, по большому счету. И сейчас это некая платформа, на которой труится действительно сотня разработчиков. Там вот релиз, каждый релиз Spark, который выходит, там такой список имен, кто над ним поработал, не влазит в одну или в две страницы. Любые тикеты схватаются, как горячие пирожки. На самом деле, только ты хочешь сделать какой-нибудь интересный pull-request туда, как кто-то его уже сделал два или три дня назад. Но это просто невозможно работать с такими людьми. Итак, а сегодня мы с вами сосредоточимся на одной основной компоненте. Это будет, собственно, Kafka и Spark Streaming. Вот в прошлом докладе на Джокере и на Джейбрейке, собственно, я много рассказывал именно о бач-обработке. И ко мне в тот момент начали подходить в кулорах люди и говорить, окей, бач-обработка – это здорово, но к нам сейчас приходит ТЗ от клиента, несколько иного характера. То есть нам нужно, во-первых, обрабатывать некий реал-тайм, и мы не знаем, что взять, что делать. Ну, мы что-то нагуглили, там, не знаю, поставили кавку на всякий случай, может, надо взять Storm. Ну, давай как-то эту тему раскрывать. И я с того периода, скажем так, за последние полгода подумал, обобщил немножечко опыт, опыт еще некоторых команд, и вот сегодня я вам и буду представлять. В общем, некоторый реал-тайм. Сразу говорю, вот это коротко основные пойнты, которые будут в докладе. Если по какой-то причине вы понимаете, что все хорошо знаете, или наоборот, ну, вообще не знаете ни одного никакого слова, никогда не видели, возможно, вам стоит пойти похоливарить с Егором или послушать что-нибудь там про новое поколение garbage collector. Сейчас еще время есть, а потом будет сложнее уже. Соответственно, если у вас уже некоторый опыт с Big Data есть, тот или иной, со статической, с бач-обработкой, ну, вот это будет на самом деле вот в самый раз. Также в докладе будет использоваться код на Java и на Scala. Но на Scala код будет такой простой, я сам не фанат Scala, на самом деле, просто приходится писать на ней. В общем, берем и делаем вид, что мы пишем на Java. Итак, немножечко в прошлое. Что такое реал-тайм? Для немножечко нам нужно разобраться с тем, что это такое. Есть разное определение, что такое реал-тайм Big Data, вот какой там набор инструментов брать. На самом деле, реал-таймом для больших данных я бы назвал такую систему обработки данных, которая, ну, за приемлемое время и приемлемое, как вы понимаете, понятие растяжимое, способно выдать ответ. Обработав на самом деле не все, возможно, данные, но, тем не менее, источником зачастую является либо достаточно большой стрим данных, либо там в течение суток накапливается достаточно большой объем, и это невозможно обработать быстро каким-то бач-вещами. Далее. Вот вернемся немножечко в прошлое. Это такая точка исходная, когда первые ростки реал-тайма стали проявляться, на мой взгляд. Вот три года назад типичная система в Big Data состояла следующим образом. Был какой-то жирный сторож, там были какие-то диски, на которых хранились файлы, записанные там в последовательном зачастую виде, либо уже было там установлено HDFS поверх всех этих дисков, какая-то распределенность была обеспечена. Дальше шла какая-то система обработки больших данных или маленьких, помещающихся в оперативную память одной машины, можно, понимаете, написать лопатеру файлов, который будет там оперировать 10 мегабайтами памяти, можно, никто не запрещает. Но в целом происходил зачастую либо полный скан всех данных, которые на тот момент накопились, либо какой-то их части, которая, например, называлась партицией. И происходили какие-то громоздкие джобы, которые летали над данными, брали какой-то кусок, что-то с ним в течение продолжительного периода делали и выплевывали куда-то ответ дальше. Соответственно, зачастую вся эта разработка нужна была во многом для того, чтобы у нас была возможность строить отчеты. Batch-обработка так и происходила. То есть у человека был, опять же, в преисторический период какая-то SQL-база данных, там был какой-то SQL, и хотелось заказчику, не человеку, заказчику, перенести, соответственно, этот SQL куда-то туда дальше. В Batch, чтобы тот же самый отчет иметь, но на несколько большом срезе. Был вариант стартовать с но-сиквельных систем, вот там 5-7 лет назад был очень сильный хайп, я тоже был очень сильно увлечен и тоже строил отчеты там поверх Кассандры, используя ее средства или поверх Монги, но очень тяжело было, когда логика хранения записи данных крутилась, в общем-то, в одном и том же месте, с логикой их обработки, хотелось периодически это отделить, и иногда архитектурно просто расщеплялись ноды, на которые ты пишешь, и ноды, собственно, с которых ты читаешь. Позже вычисления были вынесены в отдельный фреймворк, и MapReduce был первой ласточкой, а, например, Spark Core, ну, например, второй ласточкой, собственно говоря. И вот на этих функциях пытались, собственно, выразить все. Кастомер, конечно, мог ждать у нас сколько угодно, типичные джобы выполнялись там от 5 до 50 часов, ну, и сейчас выполняются, они никуда не делись, что-то можно было оптимизировать, но это были в любом случае часы на том, что в тот момент называлось большими данными. И, опять же, для того, чтобы как можно проще было переносить SQL, появился Hive. Наверное, те из вас, кто в этой сфере работали, так или иначе в Hive приходили. Вещь достаточно хорошая, в нее много тоже труда вложено. Ты работаешь, в общем-то, с серьезным размером данных, в стиле, как будто бы у тебя там есть GDBC-коннектор, и ты выгребаешь из него данные. Все течет, все меняется. И в 2017 году в ТЗ, собственно, начали проявляться ростки другого. То есть в ТЗ, который приходит, там написано, мы хотим на лету вычислять, например, что-нибудь в духе скользящего какого-то окна, какого-то скользящего среднего. Эти тренды тут же куда-то выводить, отображать. И при этом приложение не всегда является прям безумно высоконагруженным. То есть это не какие-то миллиарды ивентов, на которые нужно реагировать, тут же в интерфейсе что-то отобразить. Но это миллиарды ивентов, которые нужно сейчас учесть в качестве какого-то агрегата. То есть как-то их сагрегировать. И вот здесь вот получить некий промежуточный набор, не знаю, all-up cube, из которого уже можно строить более интересные отчеты. И вот роль реалтайма в получении вот этих вот срезов каждые 5, 10, 15 минут, она очень важна. Ну и кроме того, конечно, машинное обучение нам немножко подгадило. То есть в этом прошлом, точнее уже году, повсюду зашагал диплернинг. Он дошел до сервисов, фреймворков, все вот эти вот TensorFlow и так далее. Нейронные сети из коробки, по сути, у нас получились. И бизнес все это хочет интегрировать. И он хочет иметь модель, не которую Data Scientist создали один раз где-то, отдали нам и гуляй, Вася. На самом деле хочется, во-первых, учитывать, переобучать эту модель на как можно, опять же, большие выборки. И плюс с какими-то на той серии данных, которая вытянута во времени к вам приходит, гасить немножечко эффект от прошлых моделей. И, соответственно, с большими весами учитывать эффект от следующей серии моделей, которая получается. В общем, в итоге нам нужно как-то интегрировать машинное обучение с реалтаймом. А оно достаточно громоздкое в силу, в том числе, человеческого фактора. Следующим выходом было, чтобы получить, скажем так, некоторый реалтайм, это построить некую идеальную архитектуру. Там много у нее есть названий, но часто это тоже называется. Мы строим Data Lake. Выдается такая брошюра классная, в которой написано, как будет здорово с Data Lake. И туда будут втекать данные. Ну, а значит, из-за какого-то краника все будет вытекать. И если нужно, мы подкрутим скорость, в которой это все будет вытекать. То есть, как бы некий реалтайм можно будет получить. Но на самом деле в продакшене получается все немножко сложнее. То есть, озеро не дает нужной скорости. Доступ есть к разнообразным данным. Данные обогащены за счет неких аналогов, джойнов. Но при этом озеро тухнет, несмотря на все классные smart intelligence аналитики, которые мы подключили, все время стартуют какие-то джобы. Какие-то джобы начинают фейлиться. И, в общем, мир страшный джоб. В итоге, если остановиться вот в этой точке, у нас получается что-то такое. Вот у меня эта картинка, не эта картинка конкретно, а вот такой флоу. Он будет периодически меняться сегодня в течение доклада, и мы понаблюдаем за эволюцией. Вот в продакшене некое решение выглядит вот таким вот образом. У нас есть изначально файловая система, потом куча хайва, которая запускается, какие-то кусочки дописывает в HDFS или поднимает уже отдельными партициями, и на выходе мы получаем CSV. Но как бы не очень. Предлагается, давайте возьмем Spark, и он решит все наши проблемы. Ну, отличный план, он же быстрый, у него даже название такое очень быстрое. Он за счет чего быстрый? За счет того, что мы, собственно, отказались от периодических сохранений результата работы job туда-обратно вкидывания в HDFS и поднятия. Это хороший аргумент, но мы теперь упираемся в память. Конечно, у Spark тоже есть возможность хранить свои вычисления, хранить свои данные не только в памяти. Вы, в конце концов, перестаете в нее влазить, даже в тот терабайт памяти, который у вас там есть на кластере, и в крайнем случае выбираете некий смешанный режим сохранения, например, с дополнительной сериализацией данных на диск. Ну, что-то типа такого свопа у нас получается. Отсюда и получается, когда ты берешь маленький датасет, который весь влазит в память, отсюда получается стократный выигрыш. И возникает некая иллюзия, что сколько бы данных не приходило, Spark у нас все это в память поднимет, прочитает, и мы будем в 100 раз быстрее, и нам не страшен реалтайм. Мы просто будем запускать по крону какие-то батчи, написанные на Spark. Они будут поднимать все это в память, и все будет вычисляться быстро. Наверное, из этой идеи первоначально и развился, как таковой, Spark Streaming. Но мы остановимся, пока зафиксируем в голове вот эту систему, в которой центральное ядро, которое много взаимодействовало с файловой системой, заменили на Spark. Вроде бы уже счастье, и CSV он вполне себе может производить во второй версии. Это хороший кейс, когда тебе нужно обработать логи за прошлый год. Как только логи начинают ротироваться, и вообще важность этих логов за прошлый год падает каждым часом, то этот вариант не слишком хорошо подходит. Во-первых, тебе нужна обработка малыми порциями. Все время искать в каких-то больших кусках, а файловое хранилище там зачастую не поменялось, нам не сильно нравится. Следующий поворот судьбы приводит нас к использованию внезапно Кассандры. Кассандра часто приходит на замену тем, кому хочется пререалтайма такого, быстрой скорости. То есть ее используют во многом за счет, посмотрев на ее архитектурные замечательные картинки, там действительно часть базы как бы поднята тоже в память. Все как для чтения, так и для записи. Дополнительные индексы лежат в памяти, блум-фильтры, таблицы в памяти периодически флашатся на диск, и там что-то происходит и мержится. И вещь неплохая, если у вас действительно сложный какой-то кейс. Самое главное, вот для чтения тоже красивая Кассандра у меня. Все это сделать достаточно несложно. То есть вы организовали какой-нибудь кейс-пейс в Кассандре, забабашили туда логи, откуда-то кидаете свои логи не на диск, а в Кассандру. Она там постепенно сбрасывает все это на диск. Пока логов немного, она даже может попытаться удержать это в памяти. Однако потом, конечно, начнет тормозить. И более того, датастакс-компания, она продвигает свои коннекторы. Все это, в общем-то, работает и работает вполне себе с новым датасет-апием. Однако есть некоторые проблемы. Вот тут вот есть, например, предикат-фильтр, к примеру. Во что он превратится, когда мы будем работать с Кассандрой? А есть ли в Кассандре настоящие вторичные индексы? И действительно ли корректно превратится этот предикат, при условии, что мы ничего дополнительного не создавали, в корректный предикат в этом Spark Cassandra Connector? То есть пока я еще в рамках Spark остаюсь, Spark гарантирует мне некоторые корректные превращения. Когда я ухожу вот в эту область, мне, получается, нужно следить за Кассандрой в отдельности. Однако некий при реалтайм, вот получается, мы облепляем Кассандрой наше решение, начинаем выигрывать по скорости, но, опять же, после искрещивания, соответственно, двух кластеров, оба из которых, в общем-то, около-GVM-ный продукт, и вам нужно следить, в том числе и за Кассандрой, за тем, как она жрет память, собственно, сериализует-десериализует объекты в GVM. В общем, окей, возвели в квадрат около кластерной проблемы, все неплохо. Но если количество ивентов в секунду возрастает, если у вас, не знаю, меняется схема данных, если у вас начинаются фейлиться ноды, то в Кассандре есть достаточно известная, и я бы сказал, даже извечная проблема, это не такая уж большая проблема именно хранилища, но это просто особенность. Но SQL во многом баз данных и того, как была Кассандра реализована. Вам нужно некое время на ребалансировку, согласование. И вообще, в целом, если у вас рука тянется назвать какой-нибудь кейс-пейс или какой-нибудь аналог таблицы в Кассандре, назвать ее как-нибудь типа Q, то, наверное, какой-нибудь Q и надо использовать, а не использовать одну табличку в Кассандре, в которой вы храните по TTL уничтожающиеся какие-то метки. На самом деле, можно было бы с этим остановиться и расходиться. У нас есть Кассандра, пусть пускай из нее Spark читает. Но я хотел бы обратить внимание на ваши кейсы, когда все сильно проще, когда у нас действительно есть месседжи, когда мы не хотим переплачивать за то, чтобы обогащать все эти дополнительные структуры данных, которыми Кассандра обладает. И самое главное, нам не нужны данные, которые были 3 дня назад, 5 дней назад и так далее. Соответственно, мы возвращаемся к очень старинному кейсу под названием «Отправка сообщений». Система обмена сообщений, ну, с ней, наверное, работали так или иначе в том или ином виде многие. Я даже покажу пару интересных вариантов. Там было две основных модели – point-to-point и publish-subscribe. То есть в одной ситуации мы прям пробиваем такой канал, из которого все засылаем, в другой ситуации у нас есть, вот даже появляется такая сущность, как топик, на который мы подписываемся в каком угодно числе. Что-то вроде такой шины с сообщениями в каком-то смысле. И тут, наверное, такой код с GMS. Все так или иначе с ним взаимодействовали. Вот замечательная куча фабрик, обложились ими, задымили. И можно было бы и здесь, в общем-то, использовать в решении, если у вас какой-нибудь тестовый прогон, вы Spark хотите поднять на каком-то датасете размером в 2 мегабайта. Это хороший вариант. Но проблема, что GMS как-то не сильно хорошо линейно масштабируется при раздирании ее в ширину. И вообще хочется очередь, которая все поддерживает. И Point-to-Point, и Publish-Subscribe, и распределенная, чтобы была и Fold-Tolerance. В общем, такая очередь есть, что грех отаить, она была в названии. В целом, это та же самая старая добрая система отправки сообщений. Но только она еще и распределена у нас с вами. Я сейчас покажу, за счет чего она распределена. В целом, она поддерживает ту же самую модель Publish-Subscribe. И у нас есть те же самые топики, на которые мы можем с вами подписываться. Ее особенность в том, что она сохраняет, собственно, все сообщения на диск, но если вам сильно захочется, можете сохранить в другие места. А вот за ее живучесть, за ее репликацию отвечает другой довольно известный тоже сервис под названием ZooKeeper. Опять же, если вы работали сходу, вы так или иначе с ним знакомы. И в целом это дает две важных вещи. Это дает, по сути, масштабирование, без прерывания на ребалансинг. Это очень важная вещь. Вы очень легко масштабируетесь, вкидывая новую партицию. По сути, вы просто заводите дополнительный канал, в который постепенно начинает стекать вода. Вот так это выглядит. И, по сути, вы не теряете действительно данных на репликации. Многие мессенджерные системы грешили тем, что вам нужно либо дождаться какого-то серьезного кворума для репликации, либо вам нужно дождаться, не знаю, каких-то идеальных условий, чтобы действительно никакие сообщения не были потеряны. Но с Kafka проблем нет. Есть много программных статей и алгоритмов, где описано, в том числе и сайт самой Kafka, где описано, как все это достигается. У меня такой цели нет, что вам рассказывать. Буквально немножечко по терминологии для тех, кто с Kafka работал чуть меньше. Просто дальше в примерах это будет использоваться. И мне хотелось бы, чтобы мы все были на одной страничке с вами. Есть брокеры, они как бы торгуют на бирже вот этими самыми сообщениями. В них эти сообщения живут, в них пописывают, из них почитывают. И есть те самые топики. Понятно, что в пределе у нас может быть один брокер, один топик, в нем одна партиция. Примерно так и будет в том лайтовом примере, который я вам буду показывать. Но ничто не мешает эти примеры собрать на более серьезном Kafka кластере. Собственно, топик, именно он и распределяется. То есть мы как бы нарезаем его на несколько кусков, минимум один, соответственно. И вот именно эти куски мы можем раздавать по отдельным нодам. И вся нумерация сообщений, она идет относительно этих партиций. В целом, как бы группка партиций объединена в одну большую партию, только по сути названием. Например, мы решили хранить сообщение. Вот у меня будет называться топик месседжерс. А там какие у меня будут партиции? Месседж 1, месседж 2, месседж 3. Ну вот можно сколько угодно наращивать. Далее, как я уже сказал, в каждой партиции есть своя собственная нумерация. Ники уникальные идишники, которые генерируются. И когда мы, например, реплицируем партицию, это такой очень важный момент, реплицируется все тоже по партициям, у нас сохраняется некий порядок. То есть в сообщении есть порядок, никто не придет, там весь середина ничего не выдернет, не потеряет и так далее. Ну и есть стандартная, опять же, модель продюсера-консюмера. То есть как это все выглядит? У меня будет в примере многопоточное приложение, которое долбит в топик, и, соответственно, у вас где-то висит вот эта абстракция под названием топик, но физически все немножечко иначе. Каждый поток вызывает, дергает определенный метод в API и засылает какие-то данные. А вот физически это лежит, например, у нас есть брокер 1. Вот у меня в примере тоже будет только один брокер. И в нем лежит партиция 1 и партиция 2. Когда мы будем читать, нам не так важно, из какой партиции мы читаем. Главное, как все это устроено внутри. Но если мы хотим завести, например, второй брокер, то тут очень интересно. Для каждой партиции, по сути, назначается некий лидер, лидирующий брокер. И не делается так, как, знаете, в стандартных схемах, вот это мастер, а все остальные его копируют просто слепо. Нет, вот мы взяли какую-то партицию, и вот на этом брокере она как бы хранится главная, основная реплика. Ну, точнее, основные оригинальные данные. А реплика будет храниться где-то в другом месте. Но в другом брокере другая партиция будет, соответственно, лидирующая. И в итоге, получается, лидерство как бы равномерно размазывается по Kafka к кластеру. Это достаточно удобно. Опять же, когда у нас выходит из строя одна нода, мы, по сути, не сильно-то в лидерстве и потеряли. То есть нам нужно всего лишь переназначить какой-то набор копий, сказать, что теперь вот там будут вот эти лидеры, но это там, соответственно, одна энная вашего кластера, где энт стремится, не знаю, количество ваших денег. Далее, собственно, для чего используется ZooKeeper? Он используется для координации потребителей, производителей, загрузки, отдачи, конфигурации. Если вы ZooKeeper не запустили, у вас нет какого-то отдельного кластера, то, в принципе, с Kafka тоже свой встроенный ZooKeeper идет. Но если у вас уже есть какой-то свой настроенный очень хорошо, то лучше использовать, конечно, его. Давайте перейдем к первому демо. Я буду сворачивать презентацию, как я буду показывать демо. Потому что все долго стартует. Я записал все на видосики. Видосики будут через какой-то период доступны с голосовыми комментариями и более длинной версией на YouTube. Я тоже потом дам ссылку. Но пока мы поступим так. Вот у меня есть плейлист. Я буду коротко рассказывать, что же здесь у нас происходит. В первом примере мы заведем с вами один продюсер и один консюмер. И все, что я хочу сделать, это, по сути, указав некоторое количество properties. Для продюсера мы, собственно, говорим, где у нас адрес нашего сервера, к которому мы хотим присоединиться. Какие типы должны быть у сообщений, у k-value. В данной ситуации это строки как k, так и value это строки. Далее я, например, сто раз посылаю туда просто некие числа. У нас всего лишь некоторое число-дробилка будет. Я посылаю пары чисел, чтобы это было все достаточно удобно отслеживать. Соответственно, мы делаем некую producer record и говорим, в какой топик мы хотим подгадить. И, собственно, отправляем пару k-value туда. Не забываем все это пока закрыть. Далее объявляем некоторый консюмер. В консюмере все выглядит похожим образом. Единственное, что нам нужно потреблять. И настройки немножко отличаются. Вот здесь есть не менее важная настройка, такая как group ID. Дело в том, что когда вы что-то потребляете из кавки, вы можете объединяться с другими консюмерами в некоторые группы. И вместе с этими группами что-то потреблять. Но чуть позже нам надо будет еще какой-нибудь независимый консюмер организовать. И уже вместе попробовать покушать эти сообщения. Собственно, это позволяет нам сыграть на двух моделях. Когда мы с вами хотим, чтобы сообщение дошло один раз всей группе или каждому в отдельности консюмера. Объединяясь в группу, мы как бы засылаем одно сообщение в группу. А там оно уже некоторым образом распределяется по группе. Ну вот здесь вот мы вытаскиваем тот набор строк, который пришел. И печатаем offset, то есть тот уникальный идишник, который идет. И собственно k-value. Пока покрутимся в бесконечном цикле. Посмотрим, что нам может еще прийти. Так, давайте запустим оба примера. Так хочется запустить, просто как видео идет, невозможно что-то перезапустить. Соответственно, в консюмере мы пока будем висеть, ждать приходящих записей непосредственно. А в продюсере отправим те пары чисел. Там, по-моему, 100 пар чисел. Не гарантирую, что они придут в том порядке и распечатаются, в котором бы мне сильно хотелось. Однако, обратите внимание, что offset здесь тоже перемешано. Если их правильно вытянуть, то есть действительно упорядочить по offset, то все будет хорошо. Ну, здесь, видимо, для верности я решил еще раз почистить и отправить, чтобы вы мне поверили. И, соответственно, мы увидим, что снова все пришло. Так, давайте вернемся к презентации. Здесь, я думаю, все достаточно понятно. Переходя к использованию Spark, стоит отметить, что в Spark давно существует механизм для потребления, в том числе и с кавки, так называемые дестримы. Испокон веков он существует, с ним можно делать разные интересные вещи. Что там происходило? То есть, к примеру, простейшим примером с тем же WordCount, стандартным, когда вы все кушаете откуда-нибудь из того же сокета, вам приходят некоторые строки. И вот эти вот строки, вы описываете набор операций, которые эти строки так или иначе трансформируют. Трансформировав их куда-то, вы, по сути, генерируете новую RDD. И вот этих RDD-шек, это, скажем так, основная базовая коллекция, которая у нас присутствует в Spark, их достаточно много получается. И на каждую такую полученную RDD у нас все равно стартует некоторая джоба. Джоба, ну, нельзя назвать ее слишком легковесной, хотя ресурсов она потребляет не так много. Можно конфигурировать эти вещи, можно выкручивать это куда-нибудь практически в минус. Но надо понимать, что вот этих стартов происходит достаточно много. И такая техника называется микробатчинг. Это не настоящий в реализации стриминг, безусловно, но он эмулирует стриминг на основе батчинга. Я совсем коротко покажу некоторые примеры, мы его закрепим с вами в коде уже непосредственно с кавкой. Этот код вполне себе валиден. Скорее всего, у вас на продакшене стоит Spark ниже, чем вторая версия, с большей вероятностью, что вторая версия еще достаточно экспериментальная, API достаточно экспериментально ломается. Если у вас 1.6 или 1.5, то этот код будет вполне себе там валиден. Вы объявляете некоторый специальный контекст, после этого утверждаете, точнее конфигуруете некоторый контекст, после этого говорите, как часто вы хотите потреблять, то есть задаете, по сути, гранулярность этого микробатчинга, говорите, что пора стартовать этот процесс, и сколько там можно подождать его завершения. В идеале мы хотим ждать до конца света, но можно задать некоторый тайм-аут. После этого мы подвязываемся к какому-то источнику данных, по сути, задаем тот функционал, вполне себе в функциональном стиле операции на DRDD, и агрегируем, и, например, выводим на консоль. То есть в целом получается вот что-то такое. Единственное, что хотелось бы в качестве источника сейчас использовать не сокет, а ту же кавку. Давайте мы сейчас с вами посмотрим следующую демку. так. Вот. Соответственно, мы с вами объявляем ту самую конфигурацию, которую я уже показывал до этого на слайдах, однако нам нужно в качестве источника сконфигурировать кавку. Я здесь буду метать икру немножечко пореже, чтобы у нас не забивала консоль. Консоль мы пока не отключаем. Данный код на скале, я думаю, в принципе, тоже понятен. Здесь мы объявляем некоторый топик, массив топиков из одного топика. А вот сейчас будем накидывать некоторый функционал. При помощи класса Kafka Utils мы создаем некое прямое соединение. Там также указывается некоторое количество параметров. Это некоторые стратегии потребления, связанные уже с тем, как нам непосредственно обращаться с сообщениями, какую семантику нам использовать. Здесь ничего, опять же, страшного не происходит. Я всего лишь хочу для каждой приходящей RDD, вот на этом примере видно, что там внутри скрыто на каждом шаге, на каждой итерации, на каждом такте RDD. Я всего лишь хочу узнавать количество элементов. Также есть определенный набор параметров, которые задаем. Обратите внимание, я здесь задал отдельный групп ID, то есть я хотел бы независимо потреблять сейчас элементы. У нас продолжают работать консюмер и продюсер, то есть тот отдельный консюмер, старенький, написанный на Java, старенький в смысле хронологически в демо. Мы сейчас запустим вот этот вот, более модный, соответственно, консюмер из нашей Kafka. И тот же самый продюсер, который засылал туда 100 элементов, вот сейчас он как бы пытается достать что-то из топика, но в топике ничего не появляется, и как бы никаких элементов там, соответственно, нет. Обратите внимание, если успеваете на отладочную информацию, там реально создаются RDD, стартуют джобы, и более того, есть веб-UI, за которым можно, в общем-то, последить. Если у нас будет хватать времени, я тоже немножечко веб-UI попоказываю. Штука достаточно интересная. Советую всем пользоваться, особенно он хорошо проработан, как у более старого продукта, на мой взгляд, непосредственно у дестстримов. Вот у структуре стриминга, к которому я обращусь позже, он пока еще недостаточно хорош, на мой взгляд. Вот мы запускаем с вами, смотрим на Kafka консоль, полистаем, полистаем, и где-то к нам должны прийти элементы наши. Вот видите, они пришли нескоро, очень много батчей, и вот, пожалуйста, 100 элементов было зафиксировано. Бывает так, что элементы пришли в два микробатча, и тогда будет такая разорванная история. Консюмер тоже, в общем-то, тот, написанный на Java, потребил все, что хочет. А давайте мы эту ситуацию немножечко поправим. То есть мы с вами поменяем, объединим в одну группу ID, достаточно такая интересная фича, когда вы на одни и те же сообщения не хотите как бы размножать, копировать по системе. У вас назначены обработчики, вот ну кто получит это в обработку, тот пусть его обрабатывает. Мы не хотим дважды обрабатывать это все. Я назначаю тот же самый группу ID, который у меня был непосредственно, и просто перезапускаю пример. И продюсер, прислав 100 элементов, должен будет, он пришлет эти 100 элементов, они появятся в топике, а вот потреблены они будут, по сути, по своим отдельным смещениям, разорваны и определенным образом распределены. Вот как они будут распределяться, для этого я не хочу сейчас далеко заплывать. В документации Kafka много подробно описано, связанные со стратегиями в том числе. Так, сейчас, ну вот здесь у меня в консюмере потреблено довольно много элементов, а вот в Kafka2Console, в примере, у меня будет потреблено всего 22 элемента, то есть, соответственно, 78 элементов было потреблено тем первым джаовским консюмером. Ну, такая незатейливая достаточно фича, тем не менее, она так работает. Давайте мы вернемся к презентации и поедем с вами дальше. Окей. Переходим ко второму Spark. Почему может не устроить, на самом деле, первый Spark? Во многом за счет вот этого вываливающегося микробатчинга все достаточно функциональное. А на самом деле аналитики, помните эти аналитики с первых моих слайдов, которые любят свой Legacy SQL. Не очень удобно свой Legacy SQL переводить на функциональщину. Во многом это, конечно, battle вдоль API, но проблема еще и в том, что Spark-овские D-стримы были задизайнерены пару лет назад, и с тех пор этот дизайн не сильно менялся. То есть, было наработано много плагинов, расширений и так далее, но весь Spark уже год как переехал сначала на датафреймы, потом на новые издания датасетов, а D-стримы так и застряли, по сути, в 2015 году. Я сразу говорю, что когда готовил доклад, была зарелизена версия на тот момент только Spark 2.1, но вот я собирался заполуреквестить как раз замечательный в райтер Кавке, но меня опередили, это очень грустная история. И тем не менее, я использую наработки этого товарища, это все будет дальше. Соответственно, по сути, информация, о которой я говорю, она релевантна второму Spark 2.2. Его еще нет у нас в продакшене, но очень скоро он уже будет, там все вполне себе pre-production ready, на мой взгляд. Соответственно, во влажных мечтах аналитиков, которые, собственно, любят датасеты, хочется думать, не думать о стриминге, стриминг используя. И мы сейчас не будем забираться в то, в какие RDD это все превращается, а посмотрим, какому новому варианту предложений, собственно, создатели Spark, и они много рассказывают об этом на Spark Summit, предлагают перейти. Прошлым летом они, летом 16-го года, анонсировали некий новый класс приложений, которому все это должно удовлетворять. Однако, зарелизенный прошлым летом API был вполне себе еще экспериментальным, обваливался, там ничего не было реализовано, спустя 3 четверти года все намного лучше обстоит. В чем прелесть, по сути, вот этих вот continuous applications? У нас есть все те же готовые источники, все те же готовые истоки, однако нам хочется те данные, которые идут у нас в real-time, мерзнуть, например, с какими-то статическими данными, джойни с ними. Из того результата, который будет получаться, хотелось бы представлять его в виде какой-то, например, таблицы агрегатов, которые будут как-то инкрементироваться красивыми демпатентными операциями где-нибудь в фоне, чтобы мы этого не делали сами, руками, чтобы мы видели просто перед собой некую таблицу, которая там агрегатов сама за нас обновляется. И тогда, чтобы эта таблица была доступна достаточно быстро, не генерируя новых вычислений, для каких-то быстрых запросов, для какой-то аналитики, для того, чтобы можно было эти результаты использовать в построении модели machine learning и оттуда получать ответ и вкидывать, соответственно, снова в таблицу. Для чего это хорошо? Когда вам действительно нужно делать ETL, который живет очень коротко. То есть ETL размером в минуту, в 10 минут и так далее. Но основная идея была в том, что мы отказываемся, по сути, от разницы между ручками объявленного стриминга и батч-обработки. Если батч-обработку в Spark привели, по сути, к очень приличному виду, мы как будто пишем на таком. В Java есть много таких фреймворков, которые говорят, у меня сейчас будет SQL в коде. Здесь все очень похоже. У нас есть некоторая квадратно-гнездовая коллекция, у которой есть вполне себе определенные жестко типы. Можем по этим типам адресоваться. Конфигурируем с вами источник, конфигурируем сток. В данном случае какие-то логи, подписываемые куда-нибудь в S3. Стандартная, наверное, ситуация. С ними хочется делать что-то, например, однократно. Мы однократно сделали, просканили все данные, записали это все в паркетик. Дальше. Если у нас real-time, то новый API предполагает следующий дизайн. Мы, по сути, просто говорим о том, что это будет не один раз, это будет долго. Не знаю, away termination, какой параметр укажете, столько и будет. Мы точно так же хотим в стримовом режиме читать из S3, который пополняется, и в некотором режиме объединять это все, либо дописывать в новые файлы паркет, либо переобновлять тот файл в паркете, который у вас все время получается. Хорошая была бы идея. Агрегат какой-нибудь все время писать в один и тот же файлик в паркете, который все время актуален. Идея хорошая. По сути, преобразуя старый пример с word count, который у нас был, мы в более приличном виде конфигурируем тот же самый сокет, задаем в некотором виде операции, можно в старом функциональном, можно немножечко в более SQL типе, ну и, конечно, стартуем наш стриминг. И переходим к концепции, по сути, некой потенциально бесконечной таблицы. Она даже бесконечная, не то, что в ней бесконечное количество строк, это не самый хороший вариант. Она бесконечного времени, она не статическая, она живая. В этом плане, старый добрый пример, я не знаю, насколько хорошо эту картинку видно, мопед не мой. Соответственно, вот в этом виде мы хотим получать все время обновляемые результаты по количеству котиков, собачек, совушек и так далее, которые у нас встречаются в тексте. Если в первый тик времени у нас с вами было три собаки и одна кошка, то у нас это лежит в таблице. А во второй момент времени в режиме Complete Mode я хочу иметь уже обновленную информацию с учетом пришедших строк. Режимов обновлений несколько. То есть иногда хочется этих котиков, собачек просто дописывать в конец. Но это приводит, безусловно, к разбуханию данных. По сути, мы переходим к некому неограниченному спарку. Я не нашел никакой картинки для строкчера стриминга, поэтому вот заявляю свои авторские права на такой. Давайте мы с вами посмотрим, соответственно, следующую демку. А, у меня остался демо WebUI от предыдущего. Ну, простите за такое отступление. Это важно достаточно показать. Эти демки очень короткие. Для дестримов есть вот такой замечательный WebUI, где вы можете увидеть, например, в какой-то момент, сколько у нас записей, например, пришло. То есть мне не надо было выводить на самом деле аккаунт самому руками. Мы видим нагрузку, мы видим, сколько выполняются у нас джобы, в какой момент времени. Из-за того, что у нас гранулярность была маленькая, там сразу очень-очень длинная история. Мы видим, какой input используется Kafka, соответственно, десяточка. Сколько партиций? У меня месседжи и три партиции. Он говорит, между какими аффсетами все было прочитано. И много-много интересной служебной информации, которая становится интересной, когда у вас джоба обвалилась. Но так это в целом ознакомительная информация о длительности всех этих вещей. Веб-интерфейс запускается либо на 40-40 порту, либо на 40-41 или там дальше по нумерации, в зависимости от того, сколько вы всего стартуете. Еще полезная вкладочка. Ну, здесь она практически пустая, потому что, по-моему, либо все закончилось, либо все совсем грустно. Когда у вас действительно нагруженное приложение, а не как у меня в примере, вы можете посмотреть статистику по использованию памяти, по времени, соответственно, garbage-коллекторных пауз, того garbage-коллектора, который вы используете непосредственно. И также можно, если долистать вниз, обратить внимание, что исходная компиляция выражения занимала так и чуть-чуть побольше времени и старт контекста. А вот мы плавно перешли к следующему демо. Тут тоже будет похожий веб-интерфейс, но чуть позже. Абсолютно похожим образом просто склонировали те же самые property. Нам пока никак не надо влиять на наше подключение. Настройки должны быть те же самые. Однако, сейчас я хочу вам представить такой вот многопоточный задолбыватель кавки. Это не значит, что это какой-то супер-код. Я такой себе для этого тестового примера использовал, чтобы генерить сколько угодно месседжей, которые мне нужны. Единственное отличие, что эти месседжи будут следующими. У меня будет ключ, некое рандомное число от 0 до 9. То есть мне нужны хорошо равномерно размазанные ключи. И, соответственно, наш каунтер я буду отправлять в качестве value, чтобы смотреть, как далеко уже наша система продвинулась. Соответственно, мы по расписанию будем засылать лямбдочки, в которых, собственно, в лямбдочку завернут просто вызов того же самого producer send. Тут как бы ничего страшного. На локальной машинке можно с этим поэкспериментировать. У вас будут миллионы записей. Не на локальной машинке можно достичь намного более интересных показателей. Я имею в виду миллионы записей, соответственно, в секунду. Давайте чуть-чуть дальше пройдем. И уже сделаем чуть более интересные вещи. Продолжим писать на скале. Хотя я думаю, что на Java конференции должны быть скалы-хейтеры. Сразу объясню, это производственная необходимость. Все ребята приходят, у заказчика скала. У него есть legacy код на скале. Все, надо писать на скале. Вариантов нет. Соответственно, мы продолжаем хранить в душе Java заветы и использовать ее. Хотя, опять же говорю, вот Java API с 8-й Java и скалы API. Но они практически идентичны с учетом того, что единственное, вы типы явно не указываете слева. И порой некоторые выражения чуть более громоздкие. Разницы тут особо большой нет. Я конфигурирую, как я уже сказал, источник для чтения. Дальше идет интересная вещь. Я могу просто сделать какой-то селект с колонками. Но так как у меня пока все шлется в сыром виде, в binary type, все в бинарный формат перегнано, мне нужно все это преобразовать обратно. Если вы эти преобразования не будете осуществлять, пока, по крайней мере, нет каких-то более удобных преобразователей, я задаю эти вещи в select expression. К примеру, это все вполне себе идет. Ну, здесь дальше еще надавал скале подсказок с типами зачем-то. И дальше мы с вами, по сути, конфигурируем в writer. Стартуем в три строки. Для вывода на консоль я указываю некий формат. Это набор строковых констант. Их число расширяется на данный момент в Spark 2.1. Вот мы сидим там как бы в Spark 2.1. Их было не очень много. Если вы скачаете релиз Spark 2.1, по сути, там всего ничего из интересного. Консоль она для отладочных целей. Вы можете писать только в файлы, в паркет. Это, конечно, никого не устраивало. И вот среди pull-реквестов во второй Spark, в 2.2 Spark, вы можете отметить писанину в GDBC и, собственно, писанину в Kafka, которая будет нужна. Видите, идет очень много отладочной информации, однако мы видим вот в таком квадратно-гнездовом виде это аналог метода DataFrameShow, который показывается при выводе на консоль. Мы, собственно, его должны использовать. Тут тоже стартует много чего интересного. Происходит пересылка и бродкастинг данных. Однако я вывожу здесь не все данные, точнее автоматом печатаются там. Некие топ-записи. Это не всегда топ-20, сразу предупреждаю. Там иногда печатается какая-то ахинея. Периодически сыроваты некоторыми местами. В общем, многовато логинга. Надо отключить на самом деле все эти логи, которые всех раздражают. Сейчас мы эти логи тоже отключим где-то там выше. И, наверное, останемся просто на уровне инфо, потому что сейчас идет в основном отладочная информация. Буквально пара таких хентов, которые помогают с этим всем ехать немножечко быстрее. И, опять же, у нас Structured Streaming работает немножечко не так, как D-стримы. Мы, если явно не задаем, как часто мы хотим потреблять из кавки, то происходит некая эвристика по мере накопления, грубо говоря. То есть, если вы неравномерно пишите в кавку, то оно может чаще происходить, может реже. Вот я хочу это делать каждые 3 секунды, я явно говорю. Обратите внимание, Processing Time – это самый быстро устаревающий класс. То есть, он выехал не так давно, и там в нем все время что-то устаревает. Ну вот на момент демо у меня, по-моему, этот конструктор был не устаревшим. Если вы будете запускать, может быть, все уже устареет. Там найдете соответствующий какой-нибудь конструктор. Поменьше сейчас поедет у нас отладочная информация. Вот обратите внимание, тут справа есть адресок, на который можно перейти на 40-ом порту и посмотреть уже новую интересную информацию в WebUI. Здесь мы видим, что относительно равномерно размазаны ключики, разные ключики встречаются, хотя, конечно, такой рандом и не всегда у нас все хорошо. Пока что у нас только источник подписан на Topic Messages, и это, наверное, пока предельная история. А, вот сейчас как раз в WebUI я на него перехожу. Structured Streaming, на первый взгляд, как будто бы не столь быстро едет, но во многом это связано с конкурентным доступом, в том числе и консоли. Обратите внимание, что первый раз, когда все это компилируется, в Spark не менее умный компилятор, чем в Java многоуровневый, все это может ехать некоторый период времени. Если посмотреть на детали, детали позволяют нам увидеть некоторый набор диаграмм, план, который будет построен, про это я чуть позже скажу, опять же, будем смотреть по времени, сколько у нас хватит. И есть все уровни планов, вот как вы со SQL работали, так здесь все то же самое, логические, физические и так далее. Можно увидеть, какие джобы были связаны непосредственно, увидеть как раз ациклический граф, какие преобразования происходили. Не обращайте внимания на название RDD, это не значит, что внутри все это едет на RDD. Ну вот кое-где такие названия остались, они означают уже на самом деле новые датасеты. Я специально сходил внутрь и посмотрел. Здесь у нас, опять мы не в урочный час зашли, у нас в экзекьютор ничего ему не нужно, никаких ресурсов, все неинтересно. Ну и тут у нас еще достаточно большое количество дополнительной системной информации. Поедем с вами дальше. Соответственно, ну это неинтересно на самом деле. Ну что, вывод на консоль, ничего мы такого хорошего не сделали. Хочется делать фильтры, сортировку, агрегации, join, for each, explain. Если вы скачивали, вдруг игрались уже со Spark 2.0, там была проблема, половина операции не работала. Я про это, собственно, на Джокере рассказывал. Там есть замечательный файл unsupported types, unsupported operations, ты в него заходишь, и там вот такой вот лист операций, можно подписываться на обновление, когда оттуда постепенно будут вычищать необновленные операции. В 2.1 много операций уже, достаточно много поехало. Уже можно какую-то аналитику писать, и в 2.2 в плане операций становится все намного интереснее. У нас есть некоторый набор агрегаций, но тут я сразу сделаю всю мешанину в демо. То есть мы сделаем с вами и join, и сортировку, грубая, вот чтобы нам было счастье. Но чтобы делать join, нам join пока можно делать. Нельзя за join 2.3, это было бы, конечно, здорово устроить им какой-нибудь merge sort в памяти и так далее. Это пока нам придется делать какими-нибудь ручками. Но можно вполне себе join статический датасет, и такой статический датасет я сейчас в демо и постараюсь получить. Итак, давайте мы с вами введем некоторый промежуточный набор. Для начала просто отфильтруем и посмотрим, например, как изменится план, как изменятся те операции, которые с парком генерируются. Надо понимать, что вот здесь используется, например, такой вид API, где я пишу целое выражение. Мог бы обратиться к полю и вынести операции как-то иначе. Вариантов написать одни и те же операции на спарке много, но превращается это всегда в одни и те же выражения в результате разбора. Ну и оптимизируется тоже одинаковым образом. Поэтому тут разницы какой-то такой большой нет. Мы запускаем, и я хотел бы убедиться, что мне действительно теперь value будет оканчиваться на 0. Вот сейчас в ходе этого примера мы это проверим. Действительно работает. А какой-то период времени назад это выражение не работало. Даже такое. Но действительно все происходит именно так, как нам хочется. Давайте немножечко всю эту ситуацию усложним. Какой статический додасет я добавлю? Очень часто небольшой какой-нибудь словарик нам нужно добавить и обогатить действительно большие данные. Довольно часто лично у меня в практике это географические данные. Поэтому здесь не то, что у меня сейчас я тоже выбрал некоторый класс country, у которого будет ключ. И этот ключ будет тоже каким-то числом от 0 до 9, соответственно. И название какой-либо страны. Но стран я добавлю не так много. Это позволит нам увидеть, что join нам пока подвластны не все. То есть у нас есть пока правый join, кому он особо нужен. И в общем-то есть inner join. Какого-то полноценного full outer join пока нет. Возможно это все слишком дорого. А может просто никто не имплементировал. Но pull request я такие видел, но какой-то последний pull request с full outer join по-моему отвергли. Я пока не следил за этими историями. Хочется сконвертировать полученную коллекцию. Это просто воспринимать это как некоторый лист. Хочется сконвертировать его в датасет. Но такая функция у нас почему-то не поддерживается. Тут на помощь приходит магия скалы. Ну собственно, наверное, из-за которой, вот единственное из-за имплиситов, наверное, все и хотят скалу. Тоже достаточно удобно. То есть мы прикрутили поведение к нашей коллекции и сделали возможный вызов на ней. Забыл точку, по-моему. Вызов на ней такой функции как tods, то есть сконвертировать коллекцию в полноценный data stream. Вот таким вот образом. Можно, конечно, было через конструктор это все делать, но в скале принят, например, такой формат. Дальше мы с вами, собственно, жжойнимся. У нас уже есть статический датасет. Я хочу, по сути, джойниться на каждое событие, которое к нам приходит. Ну как внутри реализовано, опять же, давайте не задаваться, пачками там джойниться, какой там хэш джойн. На предыдущем секции в соседнем зале как раз рассказывали про разные интересные варианты джойнов в распределенных системах. Эти методы, естественно, всячески совершенствуются. Здесь я другим потусторонним способом, опять же, назначаю алиасы. Можно через функции в сети преобразовывать не вот такими вот каст экспрешнами, но моя попытка была в демо показать вам многообразие извращенных способов, чтобы со спарком поработать. Соответственно, мы перевыбираем keyvalue. Сейчас у нас все это перезапустится. поедет вместе. Пошла, пошла, пошла. И мы увидим, что с вами те страны, которые непосредственно были добавлены, они периодически начнут уже мерзиться с данными. Ключи у нас как бы убегут. Вот у нас первая выскочила Германия, потом внезапно пачка России. Я думаю, это следствие даже какого-то потустороннего джойна. Опять же, видите там предупреждение. Только топ-20, а может быть меньше. Где-то будет что-то более равномерно размешано. Пожалуйста, Германия и Штаты тоже поехали вместе. Как мы видим, все value пока еще оканчиваются на ноль. То есть мы не потеряли операцию по дороге где-нибудь. Однако, я обещал вам groupby и сорт, это будет на демо чуть позднее. Но посмотрим с вами, во что это снова превратилось. Нас интересует планчик. И мы видим, что у нас появилось для джойна как бы две веточки, которые собрались. В одной веточке мы по сути получили три строки. Здесь ничего интересного. Мы эти три строки переслали. Потому что множество небольшое. Можно сделать хэш-джойн прямо в каком-то отдельном месте. А здесь мы фильтруем сначала строки, делаем проекцию, делаем join, делаем проекцию снова. Ну, тот самый наш select expression. А здесь мы видим уже более развесистую клюкву непосредственно тех планов, которые получаются дальше. Меня всегда интересует последний физический план. Потому что если что-то пошло не так, то нужно идти именно в него. А там вот эта логика не слишком интересная. Стартовала не одна джоба. И это понятно почему. То есть у нас все-таки на самом деле два действия и потом объединение этих действий. Мы могли более сложные вещи свешать вместе. Также начинает возрастать важность, так как у нас удлиняется время выполнения. Важность продолжительности выполнения и наложения этого всего на некоторый таймлайн. И даже, по-моему, у экзекьютора мы заметили небольшую трату памяти. Это не значит, что он всегда так все будет делать бережливо. Но понятно, что в таком примере и драйверы, и экзекьюторы, они не слишком… Вот я застал момент, когда там целых 40 килобайт задействовались для некоторого множества. Мы продолжаем с вами дальше. Соответственно, как это все работает. Важный момент, даже если мы не успеем все вещи доделать. Я хотел бы про это рассказать. Сколько у меня времени осталось? Скажите мне. О, это что мы с вами все… Это 13 вообще до конца? До конца всего. Ну все, нормально. Там же перерыв еще, если что. Я сожру ваше время. Соответственно, у нас есть какой-то датасет. Как я уже говорил, сначала разбирается выражение и строится логический план. Потом он оптимизируется. Здесь можно что-то узнать, переставить. Есть прямо целая когорта среди спарк-коммиттеров, которые вот ушли в лес, и там сидят и строят оптимизации для спарка. Штука дико интересная, но в то же время сложная. Они пытаются посмотреть, что хорошего сделали в том же Postgres, к примеру, какие уже алгоритмы были применены. Пытаются применить это, соответственно, для джойнов памяти и так далее. Какой-то период назад, 2-3 года назад, такой толкучки на этой полянке не было. Сейчас вот это отдельная история. И вот у релиза 2-3 спарк, который там готовится, много улучшений связано вообще с оптимизацией. Ну как вы заметили, в Java в последнее время как-то редко API улучшается. Вот здесь все уходят туда, куда-то в подполье. Дальше генерируется некоторый набор физических планов. И опять мы понимаем, что эта ситуация где-то мы ее видели. Мы видели ее при работе с базами данных. И мы при помощи CostBase Optimizer уже какие-то статистики о том, где данные лежат. И внимание, я вчера увидел новую фичу на Databricks. Хотят пока учитывать информацию, не в CostBase Optimizer не туда дойдет, а в географическом расположении данных и пинги до них. Представляете, как здорово? То есть, например, не тащить для джойна какие-то данные, преждевременно их реплицировать и так далее. Если до чего-то бить 500 миллисекунд до какой-то партиции. Это очень важная история, когда мы развертываем что-то у нас в дата-центрах. И какой-нибудь дата-центр в Южной Америке. Потому что там было дешевле. И у нас только бюджет на Южную Америку. Но из-за этого некоторые шафлы в Spark'е, они просто неудобоваримыми были пересылать какие-то такие вещи. Вот это все вместе, вот эта центральная часть, нарисованная черным, называется у нас Planner. Вот он занимается планировкой. Мы выбираем какой-то конкретный физический план. Я его так загнал в головы и скобочки. А вот по выбранному физическому плану, что делает Structured Streaming? Он генерирует первую джобу, она стартует. Он генерирует вторую джобу, которая инкрементально как-то обновляет результаты. Третью джобу и так далее, пока, например, этому планировщику сказано это делать. То есть, планировщик делает очень много важных вещей, на этом он еще не останавливается. На самом деле, именно планировщик говорит, что нужно забрать данные из Кавки. То есть, Кавка, например, говорит, ага, берем первые пять сообщений вот по такому-то диапазону, по такому-то офсету, по сути, планировщик должен знать об этих офсетах, и засовываем их в первую джобу, которая поехала. Он ее запускает, и у нас, например, получается, вот как в примере, где я подсчитывал количество элементов, например, пять. Мы пишем это в паркет, в какую-нибудь первую секцию. Дальше мы запускаем следующую джобу. Если нам никак не надо было объединять результаты, мы просто последовательно дописываем в тот же паркет, мы берем следующее какое-то смещение, следующий диапазон, их обрабатывает вторая джоба, получает результат, записывает. Иногда нам нужны операции, например, для агрегации с сохранением состояния. В этой ситуации нам нужно, во-первых, куда-то это состояние положить, во-вторых, это состояние передать для второй инкрементальной джобы, которая у нас поедет, ну и так далее, лейной джобы непосредственно. Это состояние передается, и я бы сказал, что даже планировщик этим управляет. В общем, такое страшное центральное черное ядро. Если хотите с этим познакомиться побольше, в WebUI залезть, нет возможности, вы сидите где-то в недрах, то есть замечательный оператор Explain. Например, на тот датасет натравите, который у вас в конце получается, explain получите, к примеру, его план, если он на тот момент уже, конечно, будет хорошо сгенерирован. Там можно увидеть много интересных вещей, и каждый раз, когда вы видите выражение, в которое начинается слово Tungsten, если этих выражений много, или Whole Stage Generation, это значит все хорошо, оптимизации сработали. Если вы умудрились написать код так, что у вас много операций, ни один Tungsten и ни один Whole Stage Generation не встретился, что-то вы сделали не так на самом деле. Кроме того, я уже затронул эту разницу, когда мы данные как бы подписываем в конец и обновляем некую таблицу агрегатов. Есть два режима обновления. Append логичный, и он включен по умолчанию. И complete. Одна проблема. У нас два режима и N операций. И нужно поддерживать эти два режима для всех операций. Вывод. Комбинаторный взрыв и все поддерживается. Нет, не все поддерживается, потому что люди не успевают, а для чего-то это просто не имеет смысла. По большому счету можно сказать, что append, который у нас по умолчанию, он хорошо работает для всяких методов типа фильтр, которые просто прореживают строки. То есть они никак не влияют на логику следующих строк. То есть нет вот этого сохранения состояния. А вот метод complete, он чаще всего нужен для операции, которым сохранить состояние нужно. Например, вычисляйте среднее какое-нибудь скользящее. В этой ситуации, ну что может значить append? Ну сами занимайтесь append, то есть сохраняйте свои таблицы куда-нибудь в лог, среднее скользящее в каждый момент времени. Ну нет такой пока поддержки. И есть в мечтах еще такой метод update. Лично мне он пока не был нужен никуда, но говорят, есть люди, которым он нужен, чтобы он писал только те строки, которые изменились за какой-то период времени. Это такой промежуточный вариант между append и complete, но его пока нет. Но самое смешное, что в документации на сайте он периодически мелькает, то есть с ним примеры даже куда-то вставлены, но он не работает. Тоже такая типичная ситуация. Еще несколько интересных моментов, которых я хотел бы затронуть. Вы с ними столкнетесь, когда попытаетесь построить какую-то более сложную операцию, например, агрегацию, но в каком-нибудь append моде и так далее. Это так называемые watermarker. Они нужны для чего? Представьте себе, что у нас есть данные, которые приходят несвоевременно. Особенно если у вас что-то там асинхронно не туда дергается, трепыхается. Какие-то данные, которые должны были попасть в агрегирующее окно, например, с 12 до 12.05 пришли в 12.10. А у вас там окно стоит, ждет, пока все данные не придут. Оно не может ждать бесконечно, иначе агрегат никогда не завершится. И вы можете сказать сами, как долго вам этого ждать. Например, окей, я жду отстающих 5 минут, а потом уезжаю, и все, что придет позже, оно не будет использовано. Или вообще никого не ждем, только все, что пришло в окно. Все, что не входит в этот диапазон, расширенный рейндж после завершения агрегации, оно отбрасывается. Это, наверное, самый простой вариант. По источникам и стокам. Вообще, опять же, картинка такая прекрасная, есть маркетологическая, что Spark Streaming там будет все. Но, наверное, в третьем Spark. Пока нет, пока отнюдь не все. И вот даже Kafka справа, она во многом была сначала в проспектах, я очень на нее понадеялся. Честно, даже я увидел это в докладе, и такой, о, сейчас мы начнем пилить классный прототип. А нет, нет ничего. Пришлось через там оператор, через Kafka Connect писать самому на скале какую-то штуку, которая в Kafka лазит, пишет. В общем, это была какая-то вывертая штука. А в 2.1 появился оператор ForEach Writer, который позволял писать уже нормально свои кастомные врайтеры. И этим люди воспользовались, не применули воспользоваться. Вот официальный путь в Spark 2.1 – это читаем из кавки, пишем пока в паркет. Или читаем из кучи паркетов, пишем в паркет. Или вообще читаем из кавки и пишем в память. И вот на это тоже многие понадеялись, были какие-то люди, которые не подумавшие взяли и сказали, ага, у нас есть возможность писать из Spark в memory, а представляете, что это значит, какие-то такие таблички, из которых вы будете сейчас читать уже статическим Spark или там Hadoop или еще чем-нибудь, к чем приконнектитесь. В общем, такой супер хайв, в который мы нагадили из кавки. Но нет, этот режим он по большому счету очень неоптимально все раскладывает в памяти. У него есть свои лимиты, ограничения. Там есть метод, который позволяет, говорит, по сути он что делает? Он говорит, давайте мы откроем в памяти некое хранилище. Вот вы когда все закончите свои дела, вот это дольется, и потом аналитики, тесты можете запустить на вот этой табличке, как бы развернутой в памяти. По большому счету это для этого кейса. Как и вывод на консоль. Нет метода print, есть метод вывод на консоль. То есть эти вещи тоже нужно учитывать. Однако хочется писать в кавку, я про это уже много раз упомянул. Есть такая замечательная вещь, как ночные билды. В ночные билды попадают всякие хотелки. И в принципе кто живет на ночных билдах спарка, в которых что-то периодически отваливается, но многое работает, могли заметить, что там появляется поддержка очень быстро многих вещей, которые потом там соответственно через 3 месяца, через 4 появляются в релизе спарка. И такая вещь появилась в одну прекрасную ночь. Это в райтер в кавку. И тут приходит интересная затея в голову. У нас есть возможность написать из кавки в кавку. Наверное тогда можно построить пайплайн. Кавка, спарк, кавка, спарк, кавка. Спарк, кавка, спарк, кавка. Ну и так далее. То есть построить какой угодно граф, в котором у нас в вершинках будут, не знаю, спарки, а на ребрышках кавки. Ну или как вы хотите. И по сути пример демо последняя, которую я запущу. Мы из вот того многопоточного в райтера будем писать в кавку. Из кавки будем делать в спарке некую агрегацию, джойн и так далее. Вываливать будем в новый топик в кавки. Понятно, почему я записал демо. Очень был шанс, что все это не поедет на моей машинке одновременно с презентацией, например. И потом все это уже выведем последним спарком на консоль. Но вот вывод, мы умеем последнюю вещь делать. И мы в принципе умеем делать сложную агрегацию. Осталось объединить все знания, которые у нас были, и перейти по сути к финальному демо. Так. О, в седнем зале уже хлопаю, там еще не заканчиваем. Соответственно, здесь мы имеем точно так же сконфигурированную подписку на топик месседжес. Дальше я просто выделил для читабельности оператор join. Вот мы заджойнили. Дальше мы сейчас с результатом join будем делать что-то еще поинтереснее. Хочется поагрегировать. Хочется получить в итоге некую табличку агрегатов в комплит моде, которую мы и будем получать. Это обычно цель технического задания, черт побери, получить. Ежеминутный, например, отчет о каких-то трендах. Вот последняя конечная цель вообще всего процесса. Ну и потом с этим дальше что-то делать. Уже с этими агрегатами их можно посылать куда угодно. Там не обязательно в какой-нибудь Spark. Соответственно, мы выбираем поля, country value, а дальше группируем. Ну очевидно, я группирую просто по тому, чему можно группировать, по стране. И просто просуммирую те value, те чиселки, которые туда пришли. Не знаю, мы можем представлять количество хитов с каждой страны, которые пришли, например, на наш сайт или уников, еще кого-нибудь. Я группирую по стране, суммирую, указываю по какому полю. И что еще? Хочется сделать что-то прекрасное. А, ну, во-первых, там получится неудачное название поля, поэтому обязательно нужно будет переназначить некоторые псевдонимы, назначить алиасы, сделать какие-то обратно преобразования. Обратите внимание, у меня там двойное преобразование типов. Можно было по-другому сделать, но я хотел заострить внимание, что приходит binary type. И вот сразу к intu нельзя преобразовать. В итоге у меня получилось две проекции. Это не совсем оптимально, но Spark вполне себе может схлопнуть это в одну проекцию. То есть сделать эти операции, сделать за один проход две конвертации. К примеру, там еще, не думайте, что будут даже объекты создаваться каждый раз. Это тоже одна интересная история. Думаю, к осени я так и наскребу на доклад по оптимизациям Spark, но это будет уже, наверное, будет сеть двой человек в аудитории, которые сами эти оптимизации писали. Вот я им буду рассказывать, как я это понял, как я смог это применить. Соответственно, мы пишем в write stream, и у нас здесь, в общем-то, появилась возможность задавать новый формат, и это не вывалится куда-то. Мы задаем формат Kafka, просто передаем строковую константу куда-то. И единственный момент, что можно было бы стартовать и поехать, но этого все-таки маловато. Нам нужно все это еще и сконфигурировать определенным образом. Сейчас вот я завершу эту историю. Конфиг я не буду писать при вас в этом демо. Конфиг очень напоминает те конфиги, которые, помните, были в продюсере. То есть нам нужно было указать, в какой сервачок записать, какой топик. Мы пишем теперь в топик secondary messages, вторичные сообщения, как я его назвал. И очень важный момент. Для большинства операций требуется указание директории с чекпоинтом. Без чекпоинтинга у вас пока не поедет множество операций. И это понятно почему. Нам нужно сохранять состояние. Понятно, почему агрегации никуда не едут. И есть шанс, что все это вывалится куда-нибудь во время исполнения. И мы потеряем все предыдущие вычисления. Так что относиться к чекпоинтам стоит хорошо. Но типичная ошибка, которую я встречал, разбирали мы тоже с ребятами недавно, сделали один чекпоинт локейшн с одинаковым топиком. Там так устроен этот чекпоинт локейшн, что вы можете очень интересные состояния прочитать в разные моменты времени. В общем, для каждой джоба лучше выбирать свой чекпоинт локейшн. Вроде бы очевидно, но тем не менее. Output mode указывается complete. Complete mode, еще раз напоминаю, я обновляю целиком, заменяю таблицу агрегатов. Учитывая предыдущее состояние, если мы что-то суммируем, то прибавляем. Если среднее, то с учетом количества событий вычисляем новое среднее и так далее. Там довольно умная логика зашита непосредственно в этот complete mode. Поэтому его так сложно имплементировать для новых операций и для некоторых сочетаний операций. Если вы попытаетесь построить очень длинный pipeline из 45 операций на спарке, вы можете попасть в такой кейс, где эти операции по какой-то причине не будут работать. Но это еще не все, что нам хотелось бы сделать. Если кому-то совсем уже нужно бежать в туалет на перерыв, так и быть, бегите. Но хочется досмотреть результат. Мы видим, что число получилось большое. Это мы не столько сообщений нагенерировали, это мы просуммировали весь ряд, который пробежался. Мы видим, что этот ряд возрастает при каждом следующем апдейте. То есть число действительно больше. Они еще и отсортированы у нас в обратном порядке по ключу. То есть сюда идут Штаты, Россия, Германия. По первой буковке они отаранжированы у нас непосредственно. Давайте посмотрим последний наш веб-юай на всю эту красоту. А там действительно уже страшно под капотом. Мы написали несколько операций. Если мы писали это на хадупе, то это был бы уже такой серьезный джарник. А это у нас не серьезный пока абсолютно код. Напоминаю вам, что мы еще не слишком куда-то далеко убежали. И здесь мы видим… Это мы с вами видели. Дальше происходит что-то веселое. Происходит еще какой-то обмен данными. Очень интересный. Дальше хэш-агрегация какая-то. Но уже все в одном месте происходит агрегация. И еще какая-то агрегация. Я вот не знаю, что на самом деле за вторая агрегация была. И в конце еще сортировка. И сортировка, она, естественно, уже по последнему агрегату идет. Вы не можете поставить сортировку просто по потоку, который идет. Он слишком большой. И сортировка на нем не поддерживается. И, кстати, правильно, никому не нужна такая глобальная сортировка. И вот последний физический план, он просто прекрасен. То есть, если у вас где-то что-то вывалится, у вас будет об этом сообщение. Вы сможете сходить в ту часть физического плана, которая отвалилась, действительно разобраться с тем, что происходит. Итак. А, что-то я еще хотел такое прекрасное тут показать. О, у меня целых 130 килобайт отжирал экзекьютор в какой-то момент. Так, давайте мы… А, и вот это просто прекрасно. Это шедевр. Мы видим, как много у нас маленьких джоб запустилось. Джобы сожрали достаточно мало ресурсов. Многие из них были инициализированы внутри одной GVM, что тоже здорово. Такая уберизация GVM-ки произошла. По-моему, даже все. Вот если отдельного не указать. А вот здесь можно позумировать и посмотреть, сколько всего шло. Напоминает очень такую удобную линеечку, когда мы с вами HTTP какие-нибудь запросы посылаем непосредственно из браузера. Да, там есть такие же визуализаторы. Whole Stage Code Again по сути означает, что здесь была применена некоторая такая серьезная компиляция, сгенерирован некоторый код. Это сейчас информация не слишком информативная, но она была информативной там несколько релизов Spark назад. И в завершении, буквально совсем чуть у нас осталось, буквально пара слайдов. Мы по сути с вами смогли построить цепочку достаточно длинную. Ничто не мешает нам не останавливаться. Задействовать только Kafka и Spark Streaming. По сути строить какой угодно стриминг, разносить в случае перегрузки какого-то куска, разносить это на отдельные вычисления. Да, стартующих джоб будет достаточно много. Однако эти джобы, немножечко не те джобы, которые работали с D-стримами. Их можно за одну секунду запустить большее количество, пропускная способность действительно больше, показывают тесты. Там используются совершенно другие техники по раскладке объектов в памяти. Но это все уже тема совершенно другого доклада. И по сути вы можете написать, если вам не нравится идея качать Spark 2.2, если вам не нравится идея вообще ждать, пока что-то появится такое в Production Ready, вы можете написать свой собственный, используя класс ForEachWriter, переопределив в нем три метода. Но надо будет поразбираться, посмотреть, какие люди другие ForEachWriter пишут. Вот здесь простейший Custom Writer, который там что-то пишет на консоль. Я просто присвоил методу Process распечатку значений. Это очень примитивный ForEachWriter, но каждый может написать такое или даже сложнее. Немножечко мудрости в конце. Так, мудрость, опыта, я бы так сказал. Работы со вторым, вторым, с парком непосредственно. Я уже говорил о корректной работе с Checkpoint Location. Надо не забывать с этим работать. Никогда не используйте Memory Stream. Читайте документацию, для чего нужны Source, источники истоки. Документации даже устаревая. Написано правда в основном. Но проверяйте. Есть еще очень важный момент по поводу раздумий GC-пауз. Пока мы с вами использовали Spark Core, обрабатывали что-то в батчах, нас паузы не сильно волновали. Но именно сейчас, когда мы пишем в стриминге, вы ожидаете, что у вас огромное количество объектов или линеек объектов инициализируется даже в виде вектора. И потом это все должно каким-то образом очиститься. И вы не готовы в своем стриминге к паузе в 10 секунд. Ну 10 секунд, наверное, что-то одиозное. Например, в секунду. А у вас там гранулярность полсекунды. Вот здесь вот очень важен эксперимент, например, с garbage-коллекторами, у которых пауз совершенно нет. Будьте осторожны с ночными билдами. У меня работал в Writer в Kafka, но не работал, например, Groupby в одном из ночных билдов. И мне приходилось искать предыдущий ночной билд, чтобы вот это демо вам записать. Для того, чтобы использовать пример с каунтом, вообще с некоторыми примитивными операциями, типа, знаете, которые были удобны в датафреймах, простите, show, count и прочие, которая такая простая статистика, вам, скорее всего, придется изощриться через некоторую композицию функций. Вот здесь Groupby вызвано сначала по пустому, по empty ключу сгенерировано, и потом вы что-то подсчитываете. Ну и в каждой ситуации, когда вы хотите распечатать ваш датафрейм, используйте консоль синк, он именно для этого был написан. Что мы еще пока не можем делать? Алексей, пожалуйста, чуть быстрее, потому что вы выберете из лимита. Я вообще стараюсь, да. Но у нас же перерыв. Ну, если остальные не против. Ребята, ну, я сказал, можно сюда пойти, вот. Но у меня осталось буквально пару минут. Видео, надеюсь, войдет, его не обрезают по этим двум минутам. Соответственно, мы не можем с вами джонни два стрима. И я не вижу этого пока в роадмапе нормально. Мы не можем работать с апдейтом модом, который обещается в второй версии. Не можем делать full outer join. И не можем сделать простейшую вещь, как операцию типа лимита, выбрать первые 10 срок своими руками. То есть приходится идти на некоторое ухищрение. Мы не можем отсортировать до преагрегации. Но я думаю, понятно, с чем это связано, чтобы какой-то джуниор не сделал эту сортировку по всему вашему длинному жирному стриму. Это даже хорошо. Но есть хорошие новости, особенно для любителей машинного обучения. Появилось много побочных проектов вокруг Spark, которые переводят разные предметные области на единый API. В частности, я очень тесно работаю с GraphFrames. Они не так популярны. Очень быстро пилится такая штука, как TensorFrames. TensorFrames позволяет нам с полпинка, как обещается, получать прямо рядом со Spark, подключать вашу инстанс того же Tensor, и видеть еще это в квадратном гнездовом виде. То есть машинное обучение онлайн вроде как обещается. Но я пока не знаю, выйдет ли это действительно в Spark 2.2. Работа ведется, но все в таком пока еще. Очень зачатно начнем в виде. И, конечно же, нормальные транзакционные апдейты. То есть пока с этим есть определенные проблемы. Ну и в завершение. Мы с вами сегодня что сделали? Вот последнюю точку добью. Мы построили Scalable. Я даже по-русски не буду пытаться все это переводить, потому что это почти бессмысленно. Наш родной могучий. Вот не для таких позорных слов растился. Fall Tolerant Real-Time Pipeline with Spark and Kafka System is ready for usage. Как говорят мои индийские коллеги. И, в общем-то, соответственно, все это вместе действительно едет уже, даже на ночных билдах. Можно подождать еще несколько месяцев, построить прототип и дождаться, пока все это из ночного билда выйдет. Ну, действительно протестированную, покрытую хотя бы на 70% тестами вещь. Пока там еще покрытие тестами не сильно хорошее. Но это работает. Это можно использовать. В общем, покидайте шторм. Пара ссылок. Вот здесь вот я запилил пока маленькую гитбуку с расшифровкой части слайдов. Она будет пополняться, пока я буду ехать на J-Point. Я надеюсь, что продуктивно проведу средние два дня. А вот здесь вот можно найти исходные коды сегодняшнего демо. Кроме того, будут потом видосики, но они пока в не очень удобоваримом виде. Ну и все это будет опубликовано где-то здесь. Соответственно, спасибо. Все вопросы в той зоне. Субтитры сделал DimaTorzok